Пожилая жительница Нью-Йорка Виктория любит создавать миниатюрную посуду и другие изделия из керамики. Во время долгого карантина это ремесло спасает её от психологического напряжения. «Когда сижу за кончарным кругом, больше ни о чём не думаю. Это время концентрации. Обычно мне трудно сосредоточиться даже во время получасовых занятий йогой». До эпидемии Виктория ходила в местную студию, чтобы там обучаться гончарному ремеслу. Но с середины марта она закрыта. Занятия теперь проходят только онлайн. «Я не хочу, чтобы они разорились, и по-прежнему плачу взносы. Я делаю всё возможное, чтобы им помочь. Надеюсь, они смогут продержаться до открытия». В студии работает четыре сотрудника. Владельцы компании недавно получили кредит в рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Но деньги уйдут на зарплаты работникам и аренду. «Это как эффект домино. Банк требует денег у домовладельца, и тогда мы должны заплатить аренду, даже если не можем работать». Мастерская пытается выжить на онлайн-обучении и продаже миниатюрных комплектов для занятия гончарным делом. Хайди увлеклась ремеслом в январе и с тех пор сделала десятки миниатюрных чашек и чайников. Сейчас живёт в штате Мэн и ухаживает за больным свёкром. А её родители остались в Нью-Йорке. «Я ничего не могу поделать с глобальным бедствием. Я даже ничем не могу помочь родителям. Мне приходится жить отдельно, и я лишь могу позаботиться о себе. И гончарный круг помогает мне не впасть в депрессию». Не только Хайди и Виктория находят успокоение в творческой работе. «Люди рассказывали мне, как это спасло им жизнь. Я не шучу, они так говорят, что глина спасла им жизнь. Люди называют глину своей терапией». «Терапия». «Терапия».